МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика». В студии Ольга Пырочкина. Сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С рабочим визитом в Канаше побывал глава республики. Не дрова везете, о чем водителям маршрута говорили с представителями власти. Курс на Воробьевы горы. В Чебоксарах пройдет очный тур Олимпиады школьников, победители которой смогут стать студентами самых престижных вузов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Квартира начинается не с порога и даже не с подъезда, а со двора, уверенно заявляют участники конкурса «Дом образцового содержания». Победители районных этапов вышли в финал. Сегодня осмотр домов начала столичная комиссия. Выехала с ними наша съемочная группа. Ну, у нас такие жители, которые очень любят свой подъезд. И, как вы увидите, собрали пазу и повесили его на стену на обозрение всем. Это карта, очень интересная. Просто даже постоять, посмотреть на страны, поискать свою родину. На этих стенах можно увидеть не только карту мира, но и картины, памятки, стенд информации и даже азбуку для маленьких жителей подъезда. Председатель совета дома Капитолина Николаевна нарисовала ее сама. Просто из любви к творчеству и родному дому. У нас не бывает ни краш, ни тишина в подъезде. Конечно, в моем подъезде живет в основном такой старый контингент. Поэтому молодежь, она не очень раскачивается. Но есть такие люди, которые проявляют свою инициативу, что, например, цветы выставляют, ухаживают за этими цветами. Здесь следят не только за красотой подъездов. Во время капитального ремонта был обновлен теплоузел, установлены терморегуляторы, энергосберегающие лампочки с датчиками движения, счетчики. А за новыми подъездными дверями вскоре появятся пластиковые окна. Этот дом по улице Ленина стал претендентом на победу общегородского конкурса «Дом образцового содержания». В этом году участники будут оцениваться по трём категориям номинаций. Многоквартирные дома со сроком эксплуатации до 5 лет, от 6 лет до 15 и от 16 лет и выше. Призовой фонд в этом году составляет 120 тысяч рублей, который будет распределен пропорционально между категориями. Они смогут потратить эти деньги по своему усмотрению либо на премирование работников, занимающихся благоустройством при домовой территории, либо на благоустройство непосредственно. На домах-победителях совсем скоро будет красоваться табличка «Дом образцового содержания». Итоги подведут 16 марта, в День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Анастасия Алексеева, Антон Вовк, Республика. В эти минуты в Новочебоксарске идёт собрание по подведению итогов социально-экономического развития за 2013 год. Ну а чуть ранее глава Чувашии познакомился с работой Новочебоксарского перинатального центра и группы компании «Леспром». Подробное развитие города-спутника мы расскажем в завтрашнем выпуске. А вчера такие итоги подвели в Канаше. Аварийное жильё – непростая ситуация в промышленности, бесхозные земельные участки. Эти проблемы наиболее актуальны для города железнодорожников. Накануне Канашу пришлось держать экзамен перед главой республики. Подробности в сюжете. В отличие от крупных заводов, которые в прошлом году сократили объёмы производства, малые предприятия в Канаше темпов не сбавили. На базе этого научного комплекса, где выпускают лакокрасочные изделия, недавно закупили новое оборудование и реализовали очередной инвестиционный проект. На разработку инновационной продукции предприятие потратило более 4 миллионов рублей. Но дело того стоило. Мощности были увеличены в разы. Продукцией заинтересовались и известные заводы. Конкуренция на этом рынке огромная. Выигрывает тот, кто задумывается о модернизации с научным подходом. И это руководство прекрасно понимает. Наши сотрудники сотрудничают с всевозможными институтами. Это Москва, это Санкт-Петербург, Ярославль. Мы с теми институтами занимаемся. Чтобы выжить, нужны эти научные? Да, конечно. Без этого никак нельзя. Здоровая конкуренция наметилась и в строительном комплексе. Если раньше здесь работала только одна подрядная организация, то сейчас их пять. После появления на рынке новых игроков цена за один квадратный метр снизилась. На окраине Канаша сейчас возводят многоквартирный дом для тех, кто проживает в аварийном жилфонде. Переселить из бараков всех очередников планируют уже в следующем году. Они переедут в новый микрорайон. Застраивая эту территорию, подрядчики экономят. Кирпичи на площадку привозят из Красноармейского района. Берешь в руки, он намного легче. Вы сами для себя должны определять, что где что покупать. Если на самом деле у нас свое производство есть, там на транспортных расходах только выигрываете вы. Социально-экономические показатели в Канаше улучшаются. Это глава республики отметил на совещании. Но большие надежды местные власти возлагают на программу модернизации моногородов. В ее рамках муниципалитету должны выделить сотни миллионов рублей. Эти средства направят на реконструкцию очистных сооружений. Необходим Канашу и новый полигон ТБО. Городская свалка переполнена. Ее закрыли еще в декабре. Место для вывоза отходов уже подыскали. Сейчас оформляют документы. Земли сельхозназначения обязаны будем переводить. Для этого должны сформировать муниципальное образование и прийти к согласию. В данном случае два или три муниципальных образования. А мы на уровне правительства разрешим пользу и на благо жителей данных муниципальных образований. Планы на перспективу обрисованы. Но необходимо канашцам задуматься и о том, что не купишь ни за какие деньги. В городе должна улучшиться демографическая ситуация. То, что это сделать удастся, уверен руководитель муниципалитета. В 14-м родится не менее 700. Мы проследим, проконтролируем. Но чтобы из-за демографического скачка не увеличились очереди в детские сады, в Канаше планируют построить новые дошкольные учреждения. Они появятся в самых густонаселенных микрорайонах. Чтобы проблема сошла на нет и своих мест дождались дети старше полутора лет, необходимо возвести три садика. К реализации этих планов город приступит в ближайшее время. Михаил Жбанов, Алексей Петров, Республика. Водители столичных маршруток и представители надзорных ведомств встретились лицом к лицу, чтобы решить главный вопрос, как поездку в маршрутке сделать безопасной. На данный момент статистика плачевная. Несмотря на то, что количество ДТП в 2013 году снизилось, численность пострадавших и раненых в авариях с участием маршрутных такси увеличилась. Подробности встречи в нашем сюжете. Начало переговоров было довольно пассивное. Статистика аварии и состав нарушений не стали сюрпризом для водителей. Напоминание власти о том, что нельзя ездить с перегрузом, останавливаться в неположенных местах и превышать скорость, они выслушали спокойно. Некоторым даже удалось поспать. Мы, если даже выставим на дорогу для каждого водителя по одному сотруднику ГИБДД, для каждого водителя по одному сотруднику администрации, что практически нереально, все равно мы не сможем все проследить. Основная ответственность здесь лежит на вас. С тем, что основная ответственность на водителях согласились все. Гости встречи оживились и задали встречный вопрос. Не нарушай. А что способствует этому, чтобы больше нарушений таких не было? Поток. Даже тот же самый пробкий поворот был у него с третьей полосы налево. Естественно, он будет поворачивать оттуда. Потому что не только он один это делает, так же и не кого это делают. Так же пример идет. Сотрудники ГИБДД поворачивают на своих машинах. Начать самыми первыми, чтобы другим, остальным показать. Вот если никто не будет начинать, да, вот не соберемся тут с водителями, не договоримся, если мы не начнем, то остальные тоже не начнут. Начать первыми появилась возможность у водителей 30-го, 54-го, 63-го и 52-го маршрутов. Ведь именно их пригласили на встречу. Остальные маршрутчики должны взять с них пример, отметили сотрудники полиции. Ольга Алексеева, Николай Яковлев, Республика. В Чебоксарах за езду в нетрезвом виде задержали 21-го человека. Как сообщает пресс-служба МВД России по Чувашии, 4 автомобилиста были привлечены к административной ответственности за управление в состоянии алкогольного опьянения. И 17 человек за отказ от прохождения мета-свидетельствования. Кроме того, во время рейда по вине нетрезвого водителя в Чебоксарах произошло дорожно-транспортное происшествие. В 22 часа 30 минут на перекрестке улицы Композиторов-Воробьевых, президентский бульвар, водитель Тойоты, проехав на красный сигнал светофора, столкнулся с приорой. В результате пострадала 23-летняя пассажирка Лады, которая обратилась в больницу. По информации пресс-службы МВД России по Чувашской республике, предполагаемый виновник происшествия сел за руль, будучи уже лишенным права управления автомобилем. За езду в пьяном виде у водителя могут конфисковать автомобиль, но только в случае повторного нарушения. Такой законопроект готовится рассмотреть в Госдуме. Напомню, что сегодня за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения установлено административное наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч с лишением права управления от полутора до трех лет. К другим новостям. Символично, что год культуры для музыкантов Чувашии пройдет под знаком творчества аристарха Орлова-Шузима. В апреле исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося композитора. Он по сей день считается и одним из лучших хоровых дирижеров. Более 40 лет он руководил различными профессиональными и самодеятельными коллективами. Многие современные исполнители его ученики. Псевдоним Шузим переводится с чувашского как «Заря рассвет». Говорят, что появился он с легкой руки писателя Михаила Шумилова, который после концерта Орлова воскликнул. Да это же рассвет чувашской музыки. Аристарху Гавриловичу были послушны многие музыкальные инструменты. Скрипка, труба, саксофон, рояль. Он с одинаковым успехом работал в разных жанрах. От народной песни до эстрады. Честное сотрудничество с другим известным деятелем чувашской культуры Максимовым Кошкинским подарило нам музыкальную комедию, оперетты и две оперы, которые до сих пор не сходят с подмостков. Орлов Шузим был одним из организаторов и первым дирижером хорро-комитета по телевидению и радиовещанию, ныне государственной капеллы. Песни и романсы Аристарха Гавриловича до сих пор любимы исполнителями и слушателями. Что ж, на исходе уже второй месяц года культуры поговорить о планах и обсудить, что сделано за это время и прошлый год. В Чувашском драматическом театре собрался культурный свет республики. Чтобы Россия за год культуры действительно стала культурней, одних призывов и общих слов мало. Нужна конкретная программа действий. Специалисты говорят, эффект будет, если к процессу активно подключится правительство. Год особый, год культуры. Хотя, я считаю, должна быть вся жизнь культуры. Но характерно то, что согласно этому постулату, наши власти, хочешь, не хочешь, официально должны больше внимания уделять культуре. В Чувашии, судя по всему, с планами определились. Марафон культурных событий заглянет даже в самые отдаленные уголки республики. У нас запланированы Дни деревень. Мы планируем в этом году в каждом поселении провести обязательно по два мероприятия, по Дню деревень, по два праздника. Очень хотим участвовать в проектах по развитию учреждений культуры, по библиотечному обслуживанию. Насыщенной культурной жизнью Чувашия, желая в год охраны окружающей среды. В 2013-м есть что вспомнить. Министр культуры начал свое выступление с извинения. Все проекты, достижения и мероприятия. Прошлого года он не сможет перечислить слишком много нужного времени. Остановился лишь на самом основном от Дни культуры Башкортостана съезд национального конгресса, эстафета Олимпийского огня. На 2014-й готовит жителям республики еще больше событий. Покори Воробьевы горы. В Чебоксарах пройдет очный тур школьной олимпиады. 1 и 2 марта победители заочного тура смогут получить возможность стать студентами лучших вузов страны. Проект ориентирован на учеников выпускных классов. Олимпиады проводятся для учеников 10-х, 11-х и 5-х, 9-х классов. Школьники будут соревноваться в знаниях по семи предметам. Физики, математики, биологии, общества знаний, литературе, истории и иностранным языкам. В этом году в очном туре олимпиады, который впервые проводится в Чувашии, участие примут 150 человек. Из них более 40 старшеклассники республиканских школ. Для проведения очного этапа в Чебоксары приедет специальная комиссия из лучших профессоров МГУ имени Ломоносова. Диплом победителей и призера олимпиады дает возможность выпускнику поступить в МГУ и любой другой вуз страны. Все испытания для школьников являются абсолютно бесплатными. 36 миллионов рублей получила Чувашия на организацию летнего отдыха детей из федерального бюджета. Еще 240 планируется направить на эти цели из республиканской казны. В 2014 году планируется открыть 20 загородных лагерей отдыха, 5 санаторно-курортных организаций, 28 лагерей на базе организаций социального обслуживания населения и не менее 435 пришкольных лагерей. Минобразование подчеркивает, что в этом году планируется, что в детских оздоровительных лагерях отдохнут не менее 112 тысяч человек. Чебоксары стали четвертыми в рейтинге самых счастливых городской страны. На первом месте оказался Саранск, на последнем – Геленджик. Оценку провели с применением новой технологии, которая анализировала улыбки людей на фотографиях в Инстаграм. Единицами измерения стали усы, улыбки, губная помада, фото еды, небо, красочность и качество. Наш корреспондент вышел на улицы Чебоксар, чтобы вглядеться в лица горожан и узнать, действительно ли они счастливы. Я счастливый человек. Я не знаю. Это со стороны виднее, наверное. В принципе, я счастливая, но забот много, которые нужно решать. Более-менее. По разуму бывает. А что? У меня семья, ребенок, замечательный супруг, замечательные родители. Я радую жизни. Такого солнечного дня. У меня двое прекрасных детей. Мне этого достаточно. Ну, я думаю, мы еще счастливее, чем есть. Таким был четверг глазами журналистов национального телевидения. Я с вами прощаюсь и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова